Дорогоценно И начинали служение Другие верующие в церквах Они разные говорили И многие говорили То, что там Виктор делает Это неправильно Это не нужно Это гордость Он гордый человек Вот он там решил делать Я помню Мне так больно было Потому что все, что я хотел делать Это я хотел делать Потому что я стремился Евангелие проповедовать Я хотел, чтобы как можно больше Покаившихся людей Было в нашем городе И вот один и тот же поступок Можно называть мужеством Правде Господа А можно назвать Вот таким безумием Как у Навала Вот почему драгоценное Слушайте Понять до конца Можно только Если видишь Мотивы сердца Что в нашем Что в нашем сердце находится Почему Мы как-то раз и говорили с вами Что порой Дерзость И мужество Они внешне выглядят похоже И отличить их можно Только по Мотивам сердца Которые мы часто не видим Правда же? Мотивам сердца Если мы Не будем Вникать Не только в Писание В себя Мы не сможем исполнить Волю Божью Потому что Из нашего сердца Источники жизни Всегда Когда вы что-то хотите сделать Вникни в себя Что Что внутри Какие мотивы Стоят за тем или иным шагом Потому что Даже если ты будешь Делать что-то мужественное Но Как вот Саул Или как Навал С амбициозным сердцем Ты не сможешь Исполнить волю Божью Не сможешь Это будет самовольство Когда Во время реформации Мартин Лютер Он Встал и Сжег Булу Папы Римского На него смотрели Как нам Это такой Это такой храбрый Такой мужественный Поступок Как Как можно Такое совершить Это Но никто Такого не делал Сжег Булу Папы Римского Мужество Его тут же Обвиняли А это говорит Напившийся Немец Он все поймет Когда протрезвеет Его обвиняли А он гордец Но как они могли Они судили внешне Они не видели Сердце этого человека Сердце этого человека И Вы знаете Что Что интересно Что Вот Когда мы изучаем Жизнь многих людей Божьих Важно не просто Изучать Что они делали Тот же Мартин Лютер Не просто Его поступки Важно смотреть Что он думал Почему Важно читать книги Которые он писал Размышления Потому что Это раскрывает Его сердце Потому что Другие люди Пробовали Копировать Внешние Поступки Мужественные И делали уже Безумные вещи К сожалению Когда поднялись Такие люди Как Лютер И другие Они мужественно Выступали Проповедовали Евангелие А потом Поднялись Новые Так называемые Реформаторы В кавычках Они думали Мы тоже Мужественные Мы еще Мужественнее Чем Мартин Лютер Если Лютер Там папочку Булу Сжигал То они Даже Библии Сжигали Они говорили Нам не нужны Библии Потому что У нас Есть Дух Святой И он Научит Нас Всему И нечего Нам тут Быть Рабами Библии У нас Бог Живой В нашем Сердце И Библии Сжигали И тоже Ничего себе Что творят Но это уже Было Безумие Это уже Было Безумие Это уже Было Падение И Мартин Лютер Который В свое Время Мужественно Делал Многие Вещи Он Существом Смотрел На Так называемых Некоторых Его Последователей Которые Не поняли Его Сердце А просто Копировали Его Дерзновенное Поведение И Столько Дров Понарубили Что Привело К тому Что Протестантское Движение Которое Изначально Оно уже Было Задумано Не как Вот там Какие-то Много Новых Конфессий Лютер Хотел Чтобы Церковь Вернулась К своим Источникам К Священному Писанию А в итоге Это привело К тому Что Куча Разных Церквей Церквушек Конфессий Динаминации Появилась Почему Потому что Многие Выступали Дерзновенно И начинали Новое Служение Мы Такие же Мужественные Мы Еще более Мужественные Чем Лютер И все Остальные А в итоге Это уже Было Не мужество Это было Безумие Потому что В одно Время Нужно Было Проявить Мужество А в другое Время Нужно Было Смириться Понимаете А они Взяли Внешнюю Модель Когда я смотрю На современный Христианский мир Когда Некоторые говорят О смотри Какой мужественный Человек Я удивляюсь Потому что Мне кажется Иногда Как верующие Не понимают Это безумец Безумец Сегодня Поднимаются Люди В современном Христианском В современном Христианском Мире Которые Называют Себя Новыми Реформаторами И сегодня Уже конкретно А благодаря Интернету Благодаря Вот этим Всем современным Связям Коммуникации Можно о себе Очень легко Завить Недорого По всему миру Начинают Сжечь Библии Сегодня Мы сейчас Сделаем то Что никто Никогда Не делал Мы тут вообще Библию сожжем Там Недавно Смотрел Один безумец Совершенный Говорит Надо Библию Сжечь Потому что Библия Это идол Стала Нам надо Бога слушать Христианин Радикал Так называемый Вот и он Я говорю Сделаю то Чего никто Никогда Не делал Я смотрю На него И думаю Ты безумец Ты не храбрый Человек Ты не мужественный Человек Ты безумный Человек Ты безумец И ты Глупец Потому что Ты думаешь Никто такого Не делал Да делали Это и во время Реформации Такие мужественные Всегда были И до реформации И как говорил Соломон Нет ничего Нового Под солнцем Поэтому Драгоценные Мои Различайте Духов Потому что Церковь Часто Мы падки На внешние Эффекты Ооо Какой мужественный Человек Ооо Какой Храбрец Оо Прямо Он так Он так Уверенно Говорит Что Наверное Знает А сама По себе Уверенность Она как-то заражает Правильно Понимаете Да Когда человек Что-то встает И говорит Так уверенно Ты думаешь Если он Так говорит Уверенно Значит Наверное Так и Есть Иначе Он Чего Так себя Уверенно Вёл Если он Такой Дерзновенный Наверное Точно Бог Я Коснулся Иначе Как можно Брать Храбрым Если Бог Тебя Не Коснулся Можно Бать Храбрым Если Бог Не Коснулся И Можно Быть дерзновенным Если Бог ничего не сказал, ничего не показал. Почему я так люблю историю христианства? Почему я так много во время проповеди использую картин, не только из Библии, а из истории церкви? Да потому что, драгоценные, мы можем многому научиться, в том числе на ошибках того, что было совершено когда-то. Иногда меня удивляют современные верующие, которые почему-то убеждены, что у нас есть великое преимущество. Перед всеми христианами, которые были до нас. Ну, за исключением апостольской церкви. Почему-то считается, что апостольская церковь это была такая хорошая церковь, а потом дурак на дуруке. И они все какие-то, ну, ущербные. Там, конечно, появлялись иногда такие люди, вот там Янгус, вот как-то так по-нормальному, но на языках не молился. Тоже немножко не того, не догонял чуток. Лютер тоже вот хороший был такой, ну, тоже вот он, не хватало ему дерзновения, бесов не гонял везде. С тазиками никто по Виттенбергу не бегал. Как-то вот не догонял. А мы, вот мы думаем, мы вот такие, что вот вообще мы умнее всех них, мы догоняем все, что надо, и с нами сравниться может только лишь Павел, Петр и Иоанн, вот те, кто были. Вот они были нормально, а потом просто такой провал, пока мы не пришли. Радуйся, Бог, мы явились. И вот эта гордость верующих и плевать нам на всю историю церкви, мы сами с усами и не подозреваем, мы наступаем на грабли, на которые наступали в прошлом, думая, что мы делаем что-то новое. Мы делаем безумные вещи, которые делали многие люди до нас в истории церкви. И при этом все под маской такого мужества, под маской такой храбрости. Будь твердый, очень мужественный, будь твердый, очень мужественный. Бог сказал три раза Иисусу Навину, но я показал вам примеры в Библии, когда люди были мужественные, и ничего не получалось. Были храбрецами, ничего, почему? Потому что нельзя из какого-то, из какой-то добродетели сделать, вот знаешь, вот такой модель на все случаи жизни нет. Мужество хорошо, но никогда нужно терпеть. Терпение хорошо, но никогда нужно быть мужественным, правда же? Важно понимать. Понимать ситуацию, понимать время. Важно понимать свои мотивы. Почему я и говорю, часто цитирую слова апостола, вникай в себя и в учение. Порой в учение вникнуть легче, чем вникать в себя. Что в тебе? Какие мотивы в тебе? Ты можешь говорить то же самое, что говорил Иисус Навин, но если с его ус это было просто меч обоюдоостный, то с твоих усы те же самые слова безумием звучат. Почему? Да время другое, ситуация другая. И сердце у тебя, с которым ты все это говоришь, тоже другое. Понимаете? Тоже другое. Поэтому не упади ни направо, ни налево. Не упади. Я помню, когда в начале 90-х годов начиналось много-много церквей по всему бывшему Советскому Союзу. Я смотрел, много церквей начинается, и сколько поднималось мужественных проповедников тогда. Но одни действительно хотели нести Слово Божие и всю свою жизнь отдавали Иисусу Христу. Другие просто хотели проявлять свои амбиции. И внешне это было часто похоже. Понимаете? Внешне часто было похоже. И потом вдруг такие вещи вскрывались. Все в шоке. Как так? Да потому что нельзя судить лишь по дерзновенному поведению. Нельзя. Нельзя клевать на вот эти внешние вещи. Кому-то нужно быть мужественным. Кому-то нужно смиряться. В одной ситуации. Вот приходит сестра и говорит, там положим какая-то ситуация с мужем, да? Ситуация с мужем, мы ложим муж вот такой там и не зарабатывать, сидит такой трутень. Как быть? А можно поступить по-разному. В каких-то ситуациях нужно встать и мужественно повести себя и сказать муж. А в каких-то ситуациях похожих нужно проявить смирение. Правда же? Поэтому я всегда очень осторожен в советах. Как? Я говорю, давай будем. Ой, пастор, что, опять молиться, что ли? Ну, я могу тебе наговорить. На каких-то мужчин бывает вот, когда жена встает и говорит вот так вот. Он говорит, ой, слушай, что-то я это, спасибо, что протрезвел, да? А на другого, того же самого поведения, как красная тряпка для быка. Он, ты мужественна, а я еще. Мужественней. Все скажешь, пастор тебя научил? Будь мужественной. Поэтому вникай, вникай в себя, вникай в сердце свое. Слушай, Господа, в ситуации. За похожим поведением могут стать разные мотивы. И одно Бог благословляет, а другое нет совершенно. Вот почему я говорю, нам и Слово Божье нужно, нам и нужно искать Его лица, нам нужны молитвы также. Нам нужно слышать Его голос. У нас ситуация была какое-то время, я помню, мы ехали с детьми, ехали с детьми на машине. И как-то вечер уже был, так темнело, и я возвращался через лес и так не туда свернул, а потом поехали. Они говорят, папа, папа, папа. А я сижу, смотрю, там вечер, снег, там уже дороги почти нету. Я такой говорю, девочки, ничего, мы проедем, ничего, мы проедем. И мы поехали. И там были такие горы, и снег был, и мы на машине ехали, и прям проехали, и выехали, и приехали домой. Они говорят, папа, какой ты смелый, какой ты вообще, прям как мы на тебя по-новому открыли, открылся ты нам, по-новому. Мы ехали. И тут вчера я еду. Кто-то уже знает, что ли, или что? Вчера я еду, уже с младшей, с Алисой. И ехал, и такой я говорю, Алиса, знаешь что, мы поедем домой непростой, а сложной дорогой. Я говорю, мы поедем, мы поедем через лес. Она говорит, папа, не надо, я говорю, дочь. Потому что Алисы не было в тот первый раз, и она не знает, какой папа смелый. И мужественный. Не знает, не знает. Я говорю, дочь, я говорю, папа, я же домой уже устала, а она ехала там, она сейчас в конкурсе музыкальном участке, она устала, там кушку хочет. Я говорю, чего ты, дочь, мы по-быстрому, прям через лес, говорю, по-быстрому, по снегу. И едем, ничего, на гору, все, и едем, и все. Я такой, еду, очень-очень мужественно, очень-очень тверд. И там три горы нужно было, и я на первый забрался, и как застрял. А ни одна церковная машина меня не может спасти, потому что она не доедет туда. Ну, как говорят, чем круче джип, тем дальше бежать за трактором. И я застрял, и уже чувствую, все, думаю, все, уже, и уже меня никто не спасет из церковных машин, потому что они не доедут. Из церковных машин только у меня полный привод. И все, но там, видишь, есть недалеко сестра одна, у нее тоже полный привод, машина с полным приводом. Вот. И она недалеко, недалеко. И я звоню такой, говорю, говорю, сестра, говорю, тут брат застрял. Случайно совершенно. Она говорит, да я, да нет. Я говорю, что ты боишься, говорю. Не бойся, говорю, ты меня вытащишь, вместе выйдем, говорю, по-быстрому все. Вот. Запомните, если когда-нибудь застрянешь, никогда не зови сестру. Даже самую хорошую. Почему? Потому что она не смогла ко мне доехать, она застряла еще раньше. И тут мне стало совсем плохо. Потому что я чувствовал, что я сам застрял, и еще она, а она торопилась куда-то ехать. Я говорю, да ты по-быстрому меня вытащишь, говорю, поедешь. Говорю, что ты, говорю, а тут я что-то буду, тут куковать в лесу, что ли? Говорю, по-быстрому. И она застряла, и я понял, что не я, и она торопится, и ни у кого по-быстрому не поучится. И мне вообще плохо стало, и все, и уже, и слава богу, там еще один брат приехал, и он приехал с лопатами, им откопали машины, и я уже по-быстрому в 7 часов вечера был дома. Уже в 7 часов вечера был дома, и приехал, и все по-быстрому. Ну, короче, у меня в глазах Алисы не получилось быть таким смелым и мужественным человеком, и выглядел как дурачок. Она говорит, папа, я же тебе сказала, не надо. Бывает, иногда, младенцы учат нас жить, понимаете? Младенцы, вот хотел, хотел проявить вот мужество, героизм. Вот. Понимаете, можно сделать похожие вещи, иногда это классно, здорово и нужно, но в другом случае это не нужно. Это просто не нужно. Потому что первый раз это было вот одно проявление, а другое это желание вот показать, какой ты крутой. И бог отошел от меня, точнее от моей машины. И все, и не проехал я, и не проехал. Вот, и вот эта ситуация, и вот, знаете, это точно так же в нашей жизни. Иногда Господь вот помеся тебя в какую-то ситуацию, и ты, вот выхода нет, но ты проявляешь мужество, и ты прорываешься. И классно. А потом приходит уже не уверенность, а приходит уже самоуверенность, понимаете? Самоуверенность приходит. И ты уже думаешь, смотрите, хотите увидеть, как Бог действует мощно? Смотрите. И ты проваливаешься. То же самое делаешь и полностью проваливаешься. И позор приходит, понимаете? Позор приходит. Похожие вещи приводят к совершенно разным результатам. Давайте все-таки на Новом Завете закончим. Чтобы вы видели, это не только ветхозаветные истории, ветхозаветные примеры, что я как бы так из ветхозавета сразу в свою жизнь перепрыгнул. Деяние 4 глава. Смотрите. Иосия. Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом кипрянин, у которого была своя земля. Иосия, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Вообще, знаете, в Библии есть много примеров, когда вера, соединенная, или даже, может быть, точнее, проявленная в жертве, приводит к особым благословениям. Мы помним молитву Анны, которая была бесплодна. Она сказала, Господь, я отдам на все дни служения сына, если ты дашь мне. То есть, когда люди жертвуют Господу, когда наша вера связана с жертвой, часто приходят особые благословения. И есть масса примеров этому в Библии. Мы видим Варнава, который принес, вот продал имение, принес к ногам апостолов, принес жертву Богу. И стал одним из великих служителей, величайших служителей в истории первой церкви. И вот в книге «Деяния апостолов» 8 глава, 18 стих. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое, да будет в поибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем, и молись Богу, может быть, отпустят тебе помыслы сердца твоего, сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Мы две эти истории про Симона и про Варнаву читаем в «Деяниях апостолов», и мы видим, как одна показана как великая жертва Богу, а другая история показана как проявление амбиции Симона. Нам это в Библии пояснено. Теперь представь себе, мы не знаем никаких пояснений, мы просто видим, как в церковь приходит Варнава, приходит и говорит, «Братья, я хочу принести жертву для Господа». И приносит к ногам апостолов жертву. Потом открывается дверь, и появляется Симон, и говорит, «Братья, я хочу тоже для Господа принести жертву». «Хочу» и тоже кладет к ногам апостола Петра, да, пожертвования. Внешне, не видя сердца, это выглядит, ну, два посвященных Богу человека. Так же? Вот мы не знаем всех этих пояснений Петра, не знаем, мы видим. То есть одно и то же поведение может быть совершенно из разных источников. Вдруг Бог сходит на кого-то Дух Божий, и у него ревность приходит, ревность по Дому Божьему. Как помните, ревность пришла на Христа, и он вскочил, и стал в храме переворачивать столы. Там это все у миновщиков стало распадаться, и ревность по Дому Божьему снедает меня, закричал Иисус. Мы знаем, что было в его сердце. В его сердце в это время был негнев, плач был, плач сокрушения, переживания за Дом Божий. И другое бывает, наблюдая, думаешь, о, какое эффектное поведение, как круто это воздействует. О, как это все запоминают сразу, говорить о таком человеке начинают. Потому что, на самом деле, мужество, оно выделяется. А этому человеку нужно не выделяться. Этому человеку нужно смиряться. Этому человеку нужно сердце очищать. А он вместо этого вскакивает, и как Христос, переворачивая столы, кричит те же самые громкие слова, ревность по Дому Божьему. А у него просто плоское желание выделиться, плоское желание показать себя, плоское желание получить авторитет. Внешне выглядит то же самое. А мотивы совершенно другие. Петр увидел его сердце. Вижу сердце твое. Вижу помыслы сердца. Нет, Симон, не любовь к Богу, не посвящение. Там другое. Даже целое понятие в христианстве возникло. Симония, стяжание, попытка купить за деньги духовные вещи. За одними жертвами может быть посвящение, а за другими стяжание. А внешне выглядит благочестиво и то, и другое. Поэтому и Бог говорит, нам показывает, смотрите, будьте мудры. Не упадите ни направо, ни налево. Не упадите ни в ту, ни в другую крайность. Храните баланс жизни, когда нужно терпеть. Не упадите в крайность храбрости. Когда нужно быть храбрым, не будьте вот такими, вот мы смиренные, якобы смиренные. Есть время для смирения, есть время для мужества, есть время действовать, есть время сидеть спокойно. Всякая вещь есть в своем время. Поэтому спрашивай Бога, вникай в себя. Тогда в твоей ситуации ты поступишь верно, и ты поступишь правильно. А пытаясь копировать что-то, у тебя не получается тех же самых результатов. Потому что, как я еще раз повторяю, для разных ситуаций у Бога часто есть разные решения. Хотя внешне все эти проблемы могут выглядеть похоже. Но так и рождается религия, когда на все вопросы строится универсальный для всех ответ. Схема, модель. Зачем Бога искать? Модель есть. Зачем Его лица искать? Все у нас есть, своя модель. Так и так, и так, и так. По идее, чтобы изучить Библию, не нужно много лет ходить в церковь. Можно ее изучить, все понять. Все так, так, тут так. Но мы понимаем, что да, чтобы изучить Библию, да, это ограниченное время. А чтобы познавать волю Божью для своей жизни, нужна вся жизнь. Когда мы приходим сюда, мы молимся, мы ищем Его лица, мы изучаем Писание, мы вникаем в себя. Вот тут нужна вся жизнь. Можно за несколько лет всю Библию изучить, и все эти истории, и теологию можно изучить. А Бога не изучишь. Ни за жизнь, ни за две, ни за десять жизней. Мы приходим, мы смиряемся перед Ним. И вот сейчас, я знаю, что у каждого из вас есть какая-то ситуация, когда вам нужно от Бога решение. Вам нужен от Бога ответ. И ты не знаешь, как поступить, ты не знаешь, какой путь избрать. Путь терпения или путь храбрости. Путь ожидания или путь действия. Ты не знаешь. Бог знает. И я верю, что Бог желает это показать тебе, вложить в твое сердце.